Во все времена человечество рассказывало истории через картинки. Будь то наскальная живопись, пиктографические египетские фрески или современные мемасы, изображение всегда служило универсальным средством для передачи информации. В любой хорошей классической картине или CG изображение есть некая история, застывшая в одно мгновение и ожидающая от зрителя эстетического отклика. Но если для, скажем, живописи важнее техничности гармонии, то в комиксах на первое место выходит именно история. Это помесь изобразительного искусства и литературы, повествования через одну или серию картинок, вплоть до целых графических романов. При этом в комиксах не всегда присутствует текст, но сюжет, тем не менее, остается интуитивно понятен. Картинка чаще всего условна, стиль рисовки, компоновки и жанры меняются от комикса к комиксу. Французский историк Жорж Садуль определяет комиксы как рассказы в картинках. Чуть раньше, в 80-х, Уилл Айснер предложил термин «последовательное искусство», а в 90-е Скотт Маклауд в своей книге «Понимание комикса» дополнил определение. Комикс — это иллюстрированные или другие изображения, сопоставимые рядом в продуманной последовательности для передачи информации и получения эстетического отклика от зрителя. Дико заумно, но тем не менее так и есть. Если рассматривать явление комикса в самом широком определении, то первым его появлением в истории можно лишь считать наскальные рисунки эпохи Палеолита. Зачастую эти примитивные художества — единственный способ узнать о бытии и культуре первобытных людей. У ученых нет однозначного ответа о том, кем и для чего именно была создана та или иная наскальная живопись. Это могло быть все, что угодно — от ритуальных молитв и обозначений созвездий до фантазий молодых и ретивых художников тех лет. Понятно, что от места и времени стиль изображений значительно менялся. От монохромных к полихромным, от простейших к рисункам, передававшим объем и движение, а потом обратно к более стилизованному изображению. Совсем как комиксы 20 века, меняющиеся вместе с культурой и ситуацией в мире. Но то все еще просто сюжетные картинки. Намного позже, все еще до нашей эры в Египте, вплоть до принятия христианства, вместе с письмом использовали пиктографическую письменность. Стилизованный рисунок обозначал как и свое буквальное значение, так и что-то более абстрактное. Например, глаз — это и глаза, и видеть. Графин — это и сосуд, и жидкость. По сути, это были старинные смайлики и стикеры — простейшие изображения объектов, несущие всевозможные мыслимые и немыслимые смыслы. Один только баклажан чего стоит, рекомендую в этом моменте погуглить. Это как пример передачи информации через картинки. А вот живопись в Древнем Египте уже была совершенно точно похожа на современный комикс. Обычно ряд изображений описывал некий бытовой сюжет. Такие фрески читались снизу вверх, зигзагообразным образом. Современные комиксы также в разных странах читаются по-разному. Например, азиатские, которые идут справа налево. Практически в то же время на другом краю Земли печально известные майя занимались похожей живописью. Она была как настенной, так и выполненной на коже животных или месоамериканской бумаги, сделанной из местного растения амате. Такие рисунки назывались кодексами. Ряды картинок описывали исторические события или явления. Своеобразные комиксы у них служили исключительно инструментом для передачи информации. Как и египетские, они были цветными и разнообразными по своей гамме. Интересный пример сюжетной иллюстрации. Колонна Трояна в Риме, созданная в 113 году нашей эры в честь побед Трояна над Даками. Высотой в 38 метров она полностью была покрыта рельефами, изображающими знаковые моменты из истории войны Рима и Дакии. Передвижение армии, постройка укреплений, переправа через реки, сражения и, конечно же, добытые в боях трофеи. Пример такого исторического комикса это «Гобелен из Байо», который и вовсе не гобелен, а ковер. Это не совсем живопись, а вышивка на льняном полотне с шерстяными нитями. Но она изображает сцены подготовки нормандского завивания Англии, так что тоже подходит под определение комикса, как последовательного искусства. Огромным событием стало изобретение техники печати в Европе середины 15 века. Благодаря ей книги постепенно стали доступны не только богатым сословиям, но и простым смертным. И, конечно же, первыми напечатанными книгами стали Библия и Псалтырь. Оттиски для религиозных целей, конечно, делали и ранее, но теперь книгопечатание получило более широкое распространение. А там, где книги, там и иллюстрации. В первую очередь, это так называемая «Библия бедных». Книга, состоящая из иллюстрированных сцен и коротких рассказов из священной истории. Такой формат не только позволял изучать Библию мирянам, не умеющим читать, но и, как считали некоторые проповедники, помогал находить больший отклик в сердцах прихожан, смотрящих на иллюстрации священного писания во время проповедей. Были и другие иллюстрированные истории на религиозные темы. Особой популярностью в Европе пользовалась и быстро распространялась «Аллилуйя» — гравюра с сюжетами из жизни святых. Они изображали отдельные сцены жития и иногда дополнялись цитатами из священного писания. Где-то здесь стоит упомянуть о популярном нынче страдающем средневековье. Часть изображений, дошедших до наших дней и ставших мемами, имели под собой религиозный и поучительный смысл. Но были также и маргиналии — средневековые сатирические картинки на полях. Их рисовали как комментарием к тексту, так и просто от скуки. Сюжеты в маргиналиях нередко высмеивали пороки духовенства и рыцарства. Как правило, они изображали некий перевернутый мир, где крестьяне становились господами, а животные брали на себя человеческие роли. Они были призваны вызывать у зрителя смех, что очень роднит их с буквальным значением английского слова «комикс». В XVIII веке свою руку к созданию серийных картинок предложил Уильям Хогарт, английский художник, иллюстратор и автор сатирических гравюр. Огромную популярность и известность получила его серия из шести картин под названием «Карьера проститутки». Они показывают жизнь того времени и немало наполнены аллегориями и символизмом. Гравюры рассказывают о жизни выдуманного персонажа, девушки Мол Хэгбаут, от знакомства с известной в то время сутенершей Элизабет Нитхэм до смерти от венерических заболеваний. В этих немых картинах всё – поучительная история, предостережение, акцент на проблемах общества и его безразличие. Поначалу картины вывешивали в галереи, и смотреть их предлагалось в строгом порядке. Они были популярны, и Хогарт сделал из них гравюры, которые продавал набором по шесть штук. Позже из-под его руки вышли и другие серии гравюр с сюжетом. Работы Хогарта, как и других художников, то и дело подделывали, и в 1735 году он вместе с другими творцами добились того, чтобы закон об авторском праве применялся не только к литературе, как это было ранее, но и к изобразительному искусству. Закон о праве копирования гравюр стал известен как акт Хогарта и возводил принадлежность к художнику его творения в ранг юридической нормы. Между прочим, те же правила действуют и по сей день. Сейчас будет небольшая минутка продажности, и после этого мы продолжим. Если ты мечтаешь рассказывать истории посредством комикса, то школа ArtCraft приглашает тебя на одноименный курс. 9 недель обучения, 18 насыщенных занятий, 27 часов программы. На курсе будет разбираться введение в скетчинг и сториборд, обсуждаться проблемы персонажа в кадре. При этом ты начнешь работать с раскадровкой, а также с лайном, фоном и плановостью в кадре. Изучишь цвет и тон, а также финализацию кадра. Плюс научишься работать с текстом и делать диалоговые баблы. Зафиналишь свою обложку и подготовишь ее к публикации и печати, а также получишь рекомендации для создания качественного портфолио. В любое время ты сможешь обратиться за помощью к тренеру или к команде, как во время учебы, так и на первом месячном этапе выполнения дипломного проекта. Ссылка на курс в описании. Приятного тебе обучения! Огромное спасибо, если рекламу не перемотал или не перемотала. Продолжаем. Кроме сатирических серий, также на комиксный лад перекладывались и книжные произведения, например, сказки. Потихоньку изобразительное искусство переставало быть привилегией церковников и знати, и все больше уходило в народ. В 19 веке истории в картинках во Франции изготавливали массово, уже фабричным методом. Они были очень популярны и распространились по всему миру, в том числе добрались и до Америки. Под влиянием этих европейских историй в картинках в 1833 году швейцарский педагог, писатель и художник Родольф Топфер выпустил историю господина Жабо, книгу о забавных приключениях человека, пытающегося выдать себя за светского льва и попадающего из-за этого в неприятности. Это были забавные и простые серии рисунков с подписями. Родольф изначально не собирался их издавать, а просто развлекал таким образом учеников. Но однажды историю господина Жабо увидел Гёте и оценил как очень смелую и смешную, и спустя пара лет книга всё же вышла в свет. Это и считается первым в мире настоящим комиксом того формата, что известен и по сей день. В 1884 году британским издательством Дейзл Бразерс был выпущен первый в истории еженедельный комикс «Полупраздник Элли Слопера» про ленивного шумного интригана, всеми силами пытающегося избежать своего арендодателя и кредиторов. Он выпускался в формате чёрно-белого таблоида в восемь страниц и стоил один пенни. Первым же американским комиксом стал «Тигр и медведь», вышедший в 1892 году в журнале «Сан-Франциско Экзаменер». Четыре простые картинки отражали реальность жизни «Тигра и медведя». От комикса ожидается какое-то действие, но ни «Тигр, ни медведь» по сути ничего не делают. Редактором же этого журнала и других газет был Уильям Хёрст, прямой конкурент того самого Джозефа Пуллицера. Впоследствии он частенько использовал комиксы в своём журнале. Кстати, именно он придумал раздувать всякую мелочь и подавать её как сенсацию. Это приносило отличную прибыль его изданиям. У Хёрста не было никаких рамок, он хотел, чтобы его газеты просто читали все. Главный единственный критерий качества газеты — это тираж. Так «Жёлтая пресса» окончательно стала ассоциироваться с дешёвыми изданиями, ориентированными на сплетни, слухи и частенько сильно раздутые сенсации. В 1896 году Хёрст переманил к себе создателей юмористического комикса про «Жёлтого мальчика» Ричарда Ауткольта, и теперь этот популярный в Нью-Йорке персонаж заполнял воскресный выпуск уже его газеты «Морнинг Джорнал». «Малыш» стал одним из первых полноценных комиксов, где использовался речевой шар для реплик. Также на Хёрсте работал и Уиндзор Маккей, специалист по политической карикатуре. Не совсем комиксы, но тоже рисунки со смыслом. Начало 20-го же века для человечества, мягко говоря, было бурным. Первая мировая, потом Великая депрессия и, наконец-таки, Вторая мировая война. Последние два глобальных события сильно влияли на Америку и её жителей. Не было ни денег, ни желания читать серьёзную литературу. Людям требовалось что-то весёлое, развлекательное. Как нельзя вовремя, «Делл Комикс» подразделение компании «Делл Паблишинг» взялось публиковать комиксы как отдельное издание. Они начали свою работу в 1929 году с «Фанис» — 16-ти страничных журналов, наполненных короткими лентами комиксов из двух-четырёх кадров. Историк Рон Гуллард описывает это четырёхцветное издание как скорее секцию воскресных комиксов без остальной части газеты, чем настоящий комикс. Большую часть обложек к этим комиксам нарисовал карикатурист Виктор Пазминьо. Он также рисовал обложку и для более поздней, настоящей, как считают историки, американской книги комиксов «Фэмоус Фанис». Этот новаторский проект стал совместной работой «Делл» и «Истерн Каллор Принтинг», которая чуть ранее выпускала серию восьмистраничных комиксов «Фанис Он Парад», не снискавших особой популярности в народе. В 1938 году состоялось, пожалуй, самое знаковое событие в истории американских комиксов, ознаменовавшее начало «Золотого века» комиксов. Компания DC, которая на тот момент была известна как «Детектив Комикс», запустила серию экшен-комикс, в первом же номере которого впервые представила миру Супермена. Персонаж имел огромный успех и положил начало супергеройского архетипа. Персонажа создал и несколько раз перерабатывал дуэт из комиксиста Джо Шустера и сценариста Джерри Сигела. Конечный вариант Супермена, основанный на героях мифов, был призван спасать мир и сражаться во имя справедливости. Он был выходцем с другой планеты и обладал сверхсилой и прочими физическими преимуществами на Земле. Дизайн же костюма был основан на традиционных костюмах цирковых силачей, оттуда и трусы поверх трико. А вот плащ был идей исключительно Сигела и Шустера, и иных примеров до этого не встречалось. Хотя здесь я сделал свою небольшую редакционную заметку. Мне бы очень хотелось добавить, что на самом деле первым супергероем в комиксах принято считать другого персонажа, с которым вы прекрасно знакомы. Его зовут Диего де ля Вега, и вы знаете его под именем Зорро. Дело в том, что книгу «Проклятие Капистрана», которая была опубликована в 1919 году и является первым упоминанием о Зорро, иллюстрировали как комикс, и именно поэтому Зорро может считаться первым комиксным супергероем. Но посудите сами, днём изнеженный аристократ, а ночью борец в маске с несправедливостью. В общем, становится понятно, с кого рисовали Бэтмена. Только тут лиса, а там летучая мышь. Но вернёмся к Супермену. Вслед за Криптонцем начали появляться и другие супергерои. Вообще, их тогда создавали очень много. Поначалу они подозрительно были похожи способностями на персонажа DC. Например, в 1939 году для издательства Fawcet Comics художник Чарльз Бек и писатель Билл Паркер создали персонажи Капитан Марвел. Он был альтер-эго подростка Билли Бэтсона. Волшебник Шазам выбрал и наделил парня способностью принимать форму взрослого супергероя в момент, когда тот произносит его имя. Как ни странно, но Капитан Марвел был популярнее и продавался куда лучше того же Супермена. И в какой-то момент между DC и Fawcet Comics возникли трения на почву нарушения авторских прав. DC утверждали, что образ сильнейшего в мире смертных супергероя был построен на чертах их Супермена. Fawcet Comics были вынуждены прекратить публикацию серии комиксов о своём герое, а позже они и вовсе продали права на Капитан Марвел DC. Последние же в 1973 году выпустили новую серию Шазам, но она уже была не так популярна. Впрочем, в 70-х ТВ-сериал по этому комиксу всё же сняли. Пока две компании разбирались, Марвел Комикс зарегистрировал торговую марку своего Капитана Марвела. DC больше не могла использовать это имя, и они оставили товарный знак Шазам в качестве названия их комиксов о подростке с магической силой. В 2011 году, когда перезапустили все комиксы DC, за персонажем окончательно закрепилось это имя, Шазам. Очень запутанная история. Единственное, что на всякий случай стоит пояснить, Марвел в переводе с английского – чудо. Вслед за Суперменом свою популярность стали обретать и супергерои без особых способностей. Таким был Бэтмен, созданный писателем Биллом Фингером и художником Бобом Кейном. Тот самый Брюс Уэйн с мрачным альтер-эго и единственные супергерои, чья суперсила – это деньги. Также в комиксах стали появляться и герои, обладающие какой-то одной способностью, одним из самых популярных был Флэш, обладающий сверхчеловеческими рефлексами и способностью быстро бегать. Это был первый, но не последний Флэш, и звали его Джей Гаррик. Свои способности студент колледжа получил после вдыхания паров тяжелой воды. Он также был членом первой команды супергероев – Общества справедливости Америки. Серия о них закончилась еще в 1951 году, когда популярность в комиксах о супергероях пошла на спад. Комиксы о суперах так или иначе частенько носили агитационный или даже в чем-то воспитательный характер, четко указывая на то, что такое хорошо и что такое плохо. Поэтому неудивительно, что вместе с началом Второй мировой войны стали появляться супергерои-патриоты, призывающие к тому же читателей. Они пользовались очень большой популярностью, и людям нравилось читать об их легких победах над нацистами, в том числе самим Гитлером. Одним из ярчайших представителей комиксов военного времени был, конечно, Капитан Америка, созданный писателем Джо Саймоном и художником Джеком Кирби. По сути, он был концентратом вот такого вот патриотизма, так как был одет в одежду цветов американского флага. А в роли оружия выступал непробиваемый щит. Щуплый и болезненный юноша Стив Роджерс всегда хотел защищать свою страну, и вот однажды ему представили такую возможность – усилили все его физические показатели с помощью экспериментальной сыворотки и вида лучей. Так он и стал Капитаном Америка, бла-бла-бла, вы все смотрели фильм Марвел. Но, кстати говоря, после войны, когда было сброшено несколько атомных бомб, акцент в комиксах снова сместился, появились герои с ядерными способностями, также вышел сериал «Атомный человек» против Супермена. Подобные персонажи во многом помогали своим читателям пережить страх перед ядерным оружием. К тому же не стоит забывать, что кроме супергероики выходило и много других комиксов – вестерны, детективы, юмористические и, конечно же, комиксы с персонажами Диснея. Среди последних также появлялись существа с атомными способностями, так что даже у самых маленьких читателей была поддержка в непростое время. Продолжение истории становления комиксов смотрите в нашем следующем видеоролике. А вам большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на треклятый колокольчик, а с вами был Алексей, всем удачи и берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok